Название этого леса постоянно звучит во фронтовых сводках. В Серебрянском лесничестве продолжаются бои. Противник штурмует украинские позиции. Работает артиллерия, завязываются стрелковые противостояния. Россияне бьют всем, чем могут. Как держит оборону 63-я механизированная бригада ВСУ, смотрите далее в нашем сюжете. Мертвые деревни, разбитые и выгоревшие до тла жилища. 21 век, центр Европы. Линия фронта совсем близко. Выполняют артподготовку, потом начинает заезжать их бронетехника. Та, что у них еще осталась. Ведь мы очень много уничтожаем их бронетехники. Рубеж Донецкой и Луганской областей. Россияне пытаются захватить эту территорию уже больше года. В планах противника закрепиться на админгранице регионов со стороны временно оккупированной Кременной. Welcome to Серебрянский лес. Мы его называем Черным. Кажется, сам черт командует этим лесом. Один из участков в Серебрянском лесу держат армейцы 63-й отдельной механизированной бригады Сволыни. В течение трех дней лезли россияне очень активно. Цели в основном пехота. Прикрываем своих товарищей, которые находятся непосредственно на нуле. Противник не прекращает попыток прорвать здесь оборону. Впрочем, отбивать вражеские атаки украинские бойцы умеют. Еще и шутят. Волыня не в лесу, как рыба в воде. Прямо сейчас расчет СПГ, станкового противотанкового гранатомета, готовится к бою. Помимо прочего, ребята работают еще и по таким целям, как подкорректировку. К примеру, парни увидели что-то там с дрона, передали, а они отработали. Ну и вдобавок к этому на каждый день есть плановые цели, по которым следует отработать. Осколочно-фугасные? Да, за Винницу. Виктору 40 лет. Трудился в фермерском хозяйстве в селе в Винницкой области. Жена-учительница, трое детей. На фронте уже второй год. Хотя законно мог отказаться от службы. А дети? А жену мою кто будет защищать, если они придут к нам? Прислали повестку, и я пошел. Надо же кому-то защищать страну. Боец с позывным «Амстердам» по специальности «Айтишник». До полномасштабного вторжения работал цветоводом в Голландии. Страшно, не страшно, а надо себя как-то пересиливать и приходить. Здесь всех учат, все как-то в коллектив вливаются, все привыкают. И оно проще, чем кажется на первый взгляд. Минута отдыха и снова работа. Ребятам поступают координаты целей. Запасали? Пострел! Каждая война когда-то заканчивается. Это закончится нашей победой. И это даже не обсуждается. Это не обсуждается.